Все это, ребят, бардак чудовищный. Мне все это очень не нравится. Это надо все по-другому. И стоить с другой стороны. И все должны быть грамотнее, артистичнее. Стоит Собянин. Все-таки мэр Москвы должен быть Москвич, чтобы он понимал, где можно класть, а где люди вместо велосипедов должны жить. Стоит Собянин. Его проклинают, по-моему, все. В Фейсбуке проклятие. Собянин. Все. Я сам говорю, это все нельзя так. И вот он после первого этого несанкционированного митинга считает страшно скучно по суфлеру. Это видно, что по суфлеру. Силовики все правильно, замечательно. Но скучно и по суфлеру. Вот если бы он с тем же смыслом, но художественно по-другому, то есть от себя, мол, так сказать, да, избили, да, закатали, и еще закатаем, и еще 10 пентхаусов будет, и после этого он бы еще подошел и плюнул бы в камеру. А что ему за это будет? Все равно ему ничего, значит, оппозиция ему все равно ничего не сделает. Ну, просто ничего вы не сможете сделать. Потому что когда надо было делать, когда я писал и говорил, вы сотрудничали, ездили. Вот если, тогда бы я прям забывал, потому что это художественный акт. Он искренне плюнул. А почему нельзя, вопрос, а почему нельзя плюнуть? Что ему за это будет? Ему ничего за это не будет. И это был бы самостоятельный поступок мужчины. А по суфлеру стоять, то же самое у меня претензии к Путину, между прочим. Вы, наверное, все видели, ну, не все, но кто-то, кто анонирует вот это вот. Не знаю, видно там, да, вот это что? Это регулярно происходит в соцсетях, в Фейсбуке. Это режим плохой. Три года прошло, очень плохой режим. А с другой стороны тоже, значит, скоро оранжевая революция. Танки, беги, хотят войти в Саратов. Значит, или, знаешь, так, что-то такое, что Сорос наступает. Это мяк. Что я делаю? Если я не поужинал, вот и происходит, что мозг голодает в отсутствии глюкозы. И поэтому тут много еще можно листиков ободрать. И претензия к Путину простая. Я тоже, я поражаюсь, у него там и эти какие-то два недобитых, это самое, это медуза с чем-то недобитые. И это лохматые чучело, которые изображает из себя, ну, берет информацию, что надо делать у Пескова, и потом изображает из себя лидера демократии. Чебурашка с милыми зубами. Так вот, и как он все это терпит? То есть, это ясно, что это как бы для выпускания пар. А зачем выпускать пар? Уже можно давно все просто зажать. И никто ему ничего не сделает. Запад ничего не сделает, потому что на Западе хилые леваки, они вообще ни во что не хотят встревать, ничего делать. Я живу здесь в России всю жизнь, я за всю жизнь ни разу не встречал здесь народ. Я просто, ну, я не встречал. Может быть, кто-то встречал, я не буду говорить, что нет, но это как с Богом вообще. Кто-то, может быть, видел, встречался, и я... То есть, в зеркале, конечно, но так, чтобы в литературном смысле, в общеупотребительном. Так вот, претензии к Путину. Видели вы встречу его с... Ну, как эти... Лица. Лица, которые его поддерживают. Вот, когда наступает спектакль под названием «Выборы», алло, вы будете лицом, который поддерживает. И вот, и они, когда на кухне между собой, кошмаркают. Да, конечно, 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 будем. Да, конечно, да. Вот. И начинают постить тоже. На величайший античный профиль мозг Эйнштейна вместе с... Красоты, как Мерлин Монро. И он настоящий, там говорят, двойники, двойники, я уверен, это настоящие. Он ходит, и туда их доярками на дно, и с дна стучит. Все это он делает. И он встречается с этими лицами, которые по звонку. И они сидят с умными, граждански настроенными на любовь к России за деньги лицами. Ну, харями, конечно, это лицами давно уже назвать нельзя. Они еще сидели при совке, они же были там, да. Кто парторгом, кто мисторгом. Вот. И он всерьез, то, что ему там эти западные пиарщики, наемные фирмы тут же работают давно, которые пишут... Я не думаю, что всегда Песков, чтобы вечером сидел, что-то там кропал. Я в это не верю. Вот. Даже Громов. Не, ну, Громов еще трудяга, который держит СМИ, значит, в руке. Но, я думаю, что тоже не пишет. И вот Путин встречается с ними перед выборами и объясняет, как будем улучшать жизнь в этой стране им. И они, значит, он им очень уважительный. Они ему тоже как будто с гордостью сидят. То есть, такая проституция тоже бывает с гордой осанкой. И что у меня в этой ситуации... Ну, вот если бы Владимир Владимирович, имея его все возможности, не так с ними, знаешь, вот уважительные, по бумажке, да, а вот сел бы, я не знаю, там видно, вот нога видна, ботинка. Ботинка, покажи ботинку. Меня не надо, ботинку покажи. Вот сел бы и сказал бы, так, ты глава, там, кинокомпании, ты глава театра. И чтобы ты, ты же хочешь быть главой, продолжать быть худруком, там, продолжать быть этим, вот давай лежи. Вот лежи, ботинок, да? Показал ботиночек, да? Покажи, теперь можно меня. И чтобы вся эта, весь этот публичный дом, очень медийный публичный дом, чтобы они все гуськом на коленях лизали ботинку. Вот тогда бы я первый проголосовал за Путиным. Потому что это и художественно, это и честно, и это ставит в нужную позу вот этих всех. А так, значит, это, господи, мы будем развивать и углублять и величие из колен. Ну, это, ну, это, ну, это, как-то... Ну, это, ну... Да, ну, это, ну... Продолжение следует...